Фредерик Форсайт Бывают же дни! Идущий из гавропаром Сент-Киллиан вспарывал носом неспокойное море. Его корпус, тяжело окунаясь в волны, с каждым разом становился ближе к берегам Ирландии на пять ярдов. Водитель автотягача Лайм Кларк, опираясь на поручень верхней палубы, смотрел вдаль, где вот-вот могли показаться пологие холмы графства Оэксфорд. Еще немного из судна Ирландской континентальной паромной линии, возвращаясь из очередного рейса на континент, войдет в док небольшого порта Рослар. Кларк бросил взгляд на часы. Двадцать минут второго. Он подумал, что успеет в Дублин к ужину, чтобы всей семьей сесть за стол. Паром прибыл точно по расписанию. Кларк вернулся в каюту и собрал вещи. Пора было спускаться вниз, где среди других автомобилей громоздился и его тяжеловоз. Минут через десять пригласят пассажиров-водителей, но он решил занять свое место в кабине пораньше. Как причаливает паром, он видел уже много раз. Куда интереснее почитать о результатах скачек в ирландской газете, купленной им на борту. Устроившись в уютной кабине, он стал ждать, когда откроются огромные двери в носовой части судна. Документы для таможни лежали на готове за противосолнечным козырьком. Сын Киллиан, обогнув молл, без пяти час вошел в гавань, а ровно в два открылись двери. На нижней палубе уже ревели моторы, включенные нетерпеливыми водителями. Так было всегда. Несчадно чадили бы хлопные трубы. Тяжелые грузовики, как обычно, стояли впереди. Они съедут на берег первыми. Тут каждая минута на счету. Время – деньги. Кларк нажал на стартер и запустил двигатель. Его гигантский тягач с полуприцепом «Вольво» был третьим на очереди. И тут распорядитель подал сигнал. Окутанные клубами газа передние грузовики загромыхали по металлической аппарели и скатились на пристань. В тишине кабины послышалось легкое шипение отпущенного тормоза, и громадина тронулась с места. За приглушенным гулом множества моторов и лязгом стальных полос под колесами Кларк не расслышал, как внутри машины снизу что-то глухо треснуло. Выбравшись на дневной свет, он проехал 200 ярдов по мощенной булыжникам набережной и оказался под просторным сумрачным навесом таможни. Один из служащих жестом указал ему место, где остановиться. Кларк заглушил двигатель, достал из-за козырька бумаги и спустился из кабины на цементный пол. Совершая регулярные рейсы, он знал в лицо всех таможенников, но этого видел впервые. Досмотрщик кивнул ему приветствуя и стал перебирать бумаги. Проверять особенно было нечего. Водительское удостоверение, страховка, квитанция об уплате пошлины, декларация на груз, разрешение на транспортировку, все, что требуется для оформления при перевозке товаров из одной страны общего рынка в другую. Служащий уже собирался вернуть документы, как вдруг что-то привлекло его внимание. «Эй, черт возьми, а это что такое?» спросил он, показывая пальцем под кабину. Кларк посмотрел вниз и увидел расплывающуюся на глазах лужицу масла. Капало откуда-то сверху, где располагался задний мост тягача. «Боже мой!» воскликнул он в отчаянии. «Похоже, что-то с коробкой передач!» Служащий подозвал старшего коллегу, знакомого Кларку, и оба согнувшись, стали смотреть, откуда вытекало масло. Из пяти пинта объема на землю вылилось почти половина. Старший таможенник выпрямился. «Да, с этим вы далеко не уедете», заключил он и бросил помощнику. «Пускай других в объезд!» Кларк залез под машину и стал выяснять, что же случилось. Коробка передач представляла собой массивный литой кожух, соединенный с двигателем мощного ведущего вала. Масло вытекало через трещину вдоль картера коробки передач, служившего ему резервуаром. К балке заднего моста крепился полуприцеп, громадный закрытый кузов, в котором помещался груз. Кларк вынырнул сзади из-под фургона. «Поломка серьезная», — сказал он. «Можно от вас позвонить в Дублин?» Старший таможенник показал на застекленную контору и продолжал досмотр. Под соленые шуточки водителей Кларк направился к телефону. В диспетчерской никто не отвечал. Был перерыв на ланч. Кларк угрюмо слонялся под опустевшим навесом. Наконец, в три часа ему удалось дозвониться. Узнав о случившемся, диспетчер чертыхнулся. «Здесь не склад! Я свяжусь с представителем Вольво! Позвоните мне через час!» Четыре еще новостей не было. А в пять, после прибытия последнего парома из Фишгарда, таможня закрывалась. Кларк еще раз позвонил в Дублин и сообщил, что остается в Рослере. Один из таможенников подбросил его на своей малолитражке до гостиницы, где можно было переночевать и позавтракать. Там Кларк взял себе комнату. В шесть часов из диспетчерской ответили, что механик по ремонту прибудет на место на следующий день к двенадцати часам. Кларк позвонил жене и сказал, что задерживается на сутки. Потом поужинал и остаток вечера провел в баре. Принадлежавший транспортной компании Тара зелено-белый фургон всю ночь простоял под навесом таможни в луже вытекавшего масла. Утром Кларк, считая, что спешить некуда, поднялся с кровати только в девять. Через час он позвонил и узнал, что механик выйдет с минуты на минуту. К одиннадцати он добрался в порт на попутных машинах. Компания сдержала слово. В двенадцать с небольшим специальный грузовичок-грохоча вкатился под навес таможни. Кларк уже поджидал его. Бодрый механик нырнул под кабину, и Кларк услышал его сокрушенное бормотание. Наконец он выбрался оттуда весь перепачканный маслом. «Картер коробки передач!» объявил он, хотя и без него было все ясно. «Трещина прямо посередине!» «Долго провозитесь?» поинтересовался Кларк. «Если поможете, так часа за полтора управимся!» Но времени понадобилось больше. Сначала пришлось собрать с полу четыре пинты масла, что оказалось не так-то просто. Затем механик большим гаечным ключом отвинтил болты, на которых держался картер коробки передач. Кларк, сидя на корточках, время от времени подавал тому требуемый инструмент. Их обступили таможенники, скучавшие в перерывах между досмотрами. На удаление картера ушел целый час. Кларк хотел было предложить механику перекусить в соседнем кафе, но тот с прежним рвением приступил к сборке. Вдалеке показался Сент-Патрик, второй плавающий по этой линии паром, также возвращавшийся домой в Рослар. Укрепляя новый картер коробки передач, механик проделал те же самые действия, но в обратной последовательности. В половине второго всякий, кто наблюдал за гаванью, мог вдалеке ясно различить очертания Сент-Патрика. Мэр Финни отрывался от бинокля. Лежа на пригорке в зарослях сухой травы, он следил за приближающимся паромом. «Вот и паром!» «Прибыл вовремя», — бросил он напарнику. Верзила Брэндон, растянувшийся рядом с ним, хмыкнул. «Думаешь, получится?» «Да уж будь уверен», — отозвался Мэрфи. «Все рассчитано и подготовлено как при военной операции. Промаха не будет». Более искушенный правонарушитель мог бы подсказать Мэрфи, что на этот раз он явно бьет мимо цели. Но Мэрфи, торговец с краденными машинами и всяким металлоломом, потратил на подготовку этой операции несколько тысяч и вряд ли стал бы кого-то слушать. Он продолжил наблюдение за паромом. Механик завинтил последнюю гайку покрепче и вылез из-под кабины, расправив плечи. «Ну вот и все», — заключил он. «Сейчас зальем масло и можете ехать». Кларк подошел с канистрой к машине, держа в руке воронку. Механик отвинтил пробку. Тем временем Сен-Патрик причалил. В носовой части открылся проем и на берег опустилась стальная аппарель. Мэрфи не сводил глаз с темнеющего проема въезда. Первым показался серовато-коричневый французский тягач. Вторым засверкал на солнце изумрудной и белой красками тяжеловоз, на котором красовались огромные буквы Тара. Мэрфи облегченно вздохнул. «А вот и наша малышка», — прошептал он. «Что, а пора?» — спросил Брэндон. «Без бинокля он ничего не видел, да к тому же устал от долгого ожидания». «Не торопись», — осадил его Мэрфи. «Посмотрим, как он выйдет из таможни». Механик завинтил пробку слива и обернулся к Кларку. «Готово! Можно ехать! А мне надо помыться! Пожалуй, на обратном пути я вас догоню!» Он собрал инструменты, поставил канистру и с флаконом жидкого мыла направился в душевую. Под навес шумом въехал второй автотягач транспортной компании Тара. Водитель, следуя указаниям таможника, поставил его рядом с машиной Кларка и вылез из кабины. «Черт побери! Что случилось, лайм?» Кларк начал рассказывать. Через пару минут к ним подошел таможенник. «Я могу ехать?» — спросил Кларк. «Проваливайте, да побыстрее!» — буркнул служащий и добавил. «Хватит тут почкотню разводить!» Кларк забрался в машину и завел мотор. Помахав товарищу, он включил зажигание, газанул и выехал на яркое солнце. Мерфи заметил фургон и еще сильнее стиснул бинокль. «Теперь полный порядок. Проверка закончена!» — сообщил он Брэндону. «Никаких осложнений!» «Хочешь посмотреть сам?» Он передал бинокль сообщнику. Брэндон посмотрел вниз. В пятистах ярдах от них по извилистой автостраде в сторону Рослера ехал фургон. «Вижу!» — подтвердил он. «Семьсот пятьдесят ящиков первоклассного французского коньяка!» — объявил Мерфи. «Девять тысяч бутылок!» «Десять фунтов за бутылку!» «Четыре мои!» «Здорово!» «Выпивки до черта!» — размечтался Брэндон. «Денег до черта, болван!» — оборвал его Мерфи. «Давай, пошли!» Оба ползком спустились с пригорка и, согнувшись, побежали к проселочной дороге, где оставили автомобиль. Они подъехали к шоссе через несколько секунд после того, как тягач Кларка с ревом пронесся мимо. Мерфи вырулил машину, черную гранаду с закрытым верхом, угнанную два дня назад, и пристроился сзади. Номерные знаки, естественно, были фальшивыми. Фургон ехал без остановок. Кларк торопился домой. Когда мост через Лейни на границе у Эксфорта остался позади и тягач устремился к Дублину, Мерфи решил, что пора позвонить. Кабинку автомата он присмотрел заранее, а из трубки на всякий случай вынул мембрану, чтобы никто не смог занять телефон, пока он не подъедет. Будка пустовала, но кто-то, пытаясь позвонить, с досадой оборвал шнур. Мерфи, выругавшись, снова сел за руль. Следующая кабина стояла около почтового отделения на северной окраине. Мерфи остановил гранаду, а фургон Кларка скрылся из виду. Оба его сообщника ждали звонка у дороги к северу от Гоури. «Где ты запропастился, черт тебя побери!» послышался возмущенный голос Брейди. «Мы с Киевом битый час тут торчим!» «Не волнуйся!» ответил Мерфи. «Он едет!» «Спрячьтесь в кустах на обочине и ждите!» «Ждите, когда он выйдет из машины!» Мерфи повесил трубку. Он прибавил скорости и без труда нагнал Кларка около деревушки Фернс, стараясь держаться на прежней дистанции. Перед Камалином он повернулся к Брэндону. «Пора на стражу закона!» Они свернули с шоссе на заброшенную проселочную дорогу, которую накануне обследовали. Выскочив из машины, они достали с заднего сидения сумку и быстро переоделись. Вместо курток надели полицейские тужурки, а голубые рубашки с черным галстуком, черные брюки и ботинки были уже на них. Форменные фуражки довершили новый наряд. Мерфи, в отличие от Брэндона, оказался в чине сержанта. Если судить по опознавательному значку на груди, оба состояли в ирландской полиции гарда. Мерфи вытащил из сумки два рулона полиэтиленовой ленты с липким слоем, развернул их и осторожно стал наклеивать на передние дверцы машины, тщательно разглаживая. Черная лента с надписью белыми буквами Гарда неразличимо сливалась с черной краской автомобиля. Гранаду Мерфи угнал не случайно. Почти все патрульные машины были именно этой марки и черного цвета. Напоследок на крыше автомобиля с помощью сильного магнита укрепили мигалку, тоже с надписью Гарда. Лампочки внутри нее не было, но кто же заметит это днем. Развернувшись, они вылетели на шоссе. Машину вел Брэндон. Сержант Мерфи сидел рядом. Но чем не обычный полицейский патруль? У светофора в Гоури они нагнали фургон Кларка. В севернее Гоури, старинного торгового городка, имеется участок дороги с движением в две полосы. Примерно на полпути до Арк-Клоу предусмотрено место для стоянок транспорта. Как раз здесь Мерфи устроил засаду. Как только занимавший всю проезжую часть здоровенный фургон выехал на двухполосный участок дороги, автомобили, сгрудившиеся за ним, обрадованно загудели, вырываясь вперед. Теперь Мерфи получил свободу действия. Опустив боковое стекло, он скомандовал Брэндону. Пора! Гранада поравнялась с кабиной тягача. Заметив махавшего ему полицейского сержанта, Кларк тоже опустил стекло. «Остановитесь на площадке!» прокричал Мерфи во все горло. Ветер относил слова в сторону. «Заднее колесо спустило!» Кларк понял, кивнул и, увидев впереди знак стоянки, резко сбросил скорость. Обогнав его, полицейская машина уже тормозила на площадке. Подъехавший тягач замер на указанном месте почти вплотную к ней. Кларк спустился из кабины вниз. «Задняя шина!» повторил Мерфи. «Он, полюбуйтесь!» Кларк послушно начал обходить фургон, но увидеть ничего не успел. Кусты на обочине дороги раздвинулись. Из них выскочили Брэнди и Кив, одеты в спецовки и вязаные шлемы. Рука в перчатке зажала ему рот, а другая сдавила грудь с такой силой, что перехватило дыхание. Кларк моментально повис в воздухе. Его, как мешок, переносили в кусты. Там, не дав опомниться, с него грубо стащили фирменный комбинезон, связали руки, а рот и глаза заклеили лекопластырем. Укрывшись за фургоном, отгородившим Кларка от проезжавших мимо машин, его пронесли к полицейскому автомобилю и втиснули между сидениями, положив прямо на пол. Чей-то голос сзади приказал ему лежать смирно. Кларк и не думал сопротивляться. Через минуту появился из-за кустов Кив, уже в комбинезоне компании Тара. Подошел к Мерфи. Главарь шайки, стоя около кабины, внимательно изучил водительское удостоверение бедолаги Кларка и сказал, «Вся понятно. Тебя зовут Лайем Кларк и с другими бумагами у тебя тоже полный порядок. Их проверили два часа назад на таможне». Кив, прежде чем сидеть на казенных харчах в тюрьме, работал шофером грузовичка. Что-то невнятно проворчав, он залез в кабину тягача и перелистал документы. «Годится», кивнул он и сунул бумаги обратно за солнцезащитный козырек. «Встретимся через час на ферме», напомнил Мерфи. Он проследил взглядом, как похищенный фургон покинул стоянку и влился в поток транспорта, двигаясь на север к Дублину. Мерфи вернулся к машине, где Брейди уже в твидовом пиджаке расположился на заднем сидении, упираясь ногами в связанного Кларка. Лайем мог запомнить Мерфи, хотя видел его мельком и тот был в полицейской фуражке. Лиц сообщников он не успел приметить. Если понадобится, они подтвердят алиби Мерфи и все дела. Мерфи посмотрел налево, потом направо, на дороге никого. Киво к Брэндону и надписи на дверцах моментально исчезли. Скатанные рулоны липкой ленты полетели в багажник. Мерфи вновь огляделся. Мимо промчался автомобиль. Мерфи быстро сорвал с крыши мигалку и сунул ее Брейди. Машин пока не было видно. Секунда, и сброшенные тужурки снова заменили прежние куртки. Когда черная гранада с тремя седоками в штатской одежде выехала на шоссе, самый придирчивый взгляд не заметил бы в ней ничего подозрительного. Фургон они обогнали сразу за Арклоу. Сидевший за рулем гранады Мерфи сдержанно посигналил. Киф с довольной улыбкой показал им поднятый большой палец. Через пять минут Мерфи повернул в сторону Келлорского болота. Там на заброшенной ферме они нашли пустовавший сарай который мог бы послужить временным укрытием для фургона. К ферме вела топкая дорога петлявшая сквозь хвойные заросли. Еще не стемнело когда они добрались до места. Вскоре должен был подъехать Киф а позже появятся гости с севера. Мерфи был доволен собой. Такое количество спиртного совсем непросто сбыть здесь на юге. Товар регистрировался таможней бутылки в ящиках учитывались. Рано или поздно власти наверняка напали бы на след. Однако в раздираемом смутой Ольстере дела обстояли иначе. Там на каждом шагу попадались распивочные не имевшие разрешения на продажу спиртного. Одни питейные заведения принадлежали католикам другие протестантам. Их владельцы полностью зависели от преступного мира за которым в свою очередь стояли те, кто называл себя истинными патриотами. Мерфи отлично знал, что на самом деле причиной многих убийств, совершенных якобы во славу Ирландии, было соперничество тайных хозяев всех этих притонов. Мерфи заключил сделку с одним из наиболее влиятельных национальных героев, основным поставщиком товара для целой сети распивочных заведений. Коньяк там берут с большой охотой и без лишних вопросов. Закупщик приедет на ферму со своими людьми, наличными расплатится с Мерфи, заберет груз и переправит его через наименее безопасный участок границы между фер-монахом и монаханом. По приказу Мерфи, Брэндон и Брейди перетащили несчастного водителя в запущенную кухню и бросили на кучу старых мешков. Все уселись, но ждать пришлось недолго. В семь, когда совсем стемнело, послышался шум приближающегося тягача. Он двигался с выключенными фарами. Мерфи с напарниками выбежал навстречу и при свете затененных фонариков отворили тяжелые ворота сарая. Фургон въехал под крышу и Киф выбрался из кабины. Я свое отработал, заявил он. Теперь выпить не грех. Отлично, поддакнул Мерфи. Остальное я беру на себя. После разгрузки отведу фургон как можно дальше. А что ты будешь пить? Может, коньячко, предложил Брейди. И вся четверка дружно расхохоталась. Шутка показалась удачной и к месту. Но не взламывать же ящики ради нескольких глотков, проговорил Мерфи. Я предпочитаю виски. Как насчет этого? Он достал из кармана фляжку. Кто бы стал возражать? В четверть восьмого Мерфи с фонариком вышел на дорогу встречать гостей. Сбиться с пути в темноте было не мудрено, несмотря на его подробные объяснения. Вернулся он через час в сопровождении четырех грузовиков с закрытым кузовом. Высокий мощного сложения человек в верблюжьем пальто вышел из передней машины. В левой руке великан держал дипломат. Лицо хранило каменное выражение. Мерфи, осведомился он. Тот кивнул. Где товар? Только что доставлен из Франции. Фургон в сарае. Еще не разгружали. Если хоть одна пломба сорвана, я проверю каждый ящик, пригрозил гость. Мерфи нервно кашлянул. Сейчас он благодарил Бога, что не поддался соблазну взглянуть на добычу. Все пломбы на месте, можете убедиться. Приезжий хмыкнул и жестом велел своим помощникам открыть сарай. Лучи фонариков осветили опечатанные дверцы кузова. Заказчик с удовлетворением кивнул головой. Один из сопровождающих взялся за ломик. Гость предложил Мерфи пройти в дом. С фонариком в руке тот провел его в бывшую гостиную фермерского дома. Великан положил дипломат на стол и приподнял крышку. Внутри ровными ледами лежали пачки банкнотов. У Мерфи разгорелись глаза. Столько денег ему еще никогда не доводилось видеть. Девять тысяч бутылок по четыре фунта каждая, сглотнув слюну, выговорил он, наконец, справившись с волнением. Итого тридцать шесть тысяч, верно? Тридцать пять, отрезал приезжий. Для ровного счета. Пререкаться Мерфи не стал. Это был не тот случай. Он сорвал и без того порядочный куш. По три тысячи сообщникам и с вычетом предварительных расходов остается еще двадцать тысяч чистой прибыли. Идет, подытожил он. В окне с выбитыми стеклами возникла голова одного из северян. Шеф, взгляните-ка, что это? Позвал он ночного гостя и снова скрылся в темноте. Гигант захлопнул дипломат и, взяв его с собой, двинулся к выходу. Приезжие вместе с Кифом, Брейди и Брэндоном столпились в сарае возле распахнутого фургона. Ящиками с коньяком там и не пахло. Внутри лежали пластиковые пакеты с маркой известной фирмы и надписью «Удобрение для Рос». Шеф приезжих бесстрастно оглядев груз проскрежетал «Что это еще за дьявольщина?» Мерфис стоял разинув рот. «Я... Я не знаю я... Клянусь я не...» Ели пробормотал он. Он говорил правду. Информация была надежнейшей. Он заплатил за нее кругленькую сумму. В нужный час дождались именно этого парома, перехватили тот самый фургон. Он знал, что только один такой автотягач прибудет после полудня на Сент-Патрике. Нет, ошибки здесь быть никак не могло. «Где водитель?» рыкнул главный гость. «В доме!» с трудом выдавил из себя Мерфи. «Идем!» Мерфи, подсвечивая фонариком, показывал путь. Кларк, связанный словно цыпленок перед варкой, все еще лежал на мешках. «Говори, какой у тебя груз?» приказал главарь. Кларк промычал что-то нечленораздельное. Шеф кивнул помощнику, и тот тут же содрал пластырь с губ водителя. Глаза оставались заклеенными. «Я спрашиваю, что у тебя за груз?» повторил приезжий. Кларк прокашлялся. «Удобрение для роз. Посмотрите в документах». Главный при свете фонарика нашел в пачке бумаг декларацию и сунул ее под нос Мерфи. «Ты сюда заглядывал, придурок?» Мерфи в панике набросился на водителя. «Ты почему ничего не сказал, а?» Кларк забыл о страхе. «Да потому что вы меня рот заткнули, вот почему». Охваченный негодованием возмущенно крикнул он. «Так оно и было, Мерфи!» подтвердил любивший во всем точность Брэндон. «Да заткнись ты!» огрызнулся Мерфи. Он уже понял, что дела его плохи. «А может коньяк под пакетами?» «Коньяк?» недоуменно спросил Кларк. «Откуда ему там взяться? В Бельгии коньяка не производят». «В Бельгии?» завопил Мерфи. «Каким же образом с юга Франции ты попал в Бельгию?» «Да я сроду не был во Франции», сказал Кларк. «Я везу удобрение для рост торфяной мох в перемешку с сухим коровьим навозом. Ирландия продает его в Бельгию. Я неделю болтаюсь с этим грузом. В Антверпене его не приняли. Сказали, что не отвечает стандартам. Мне велели не опровозился с бумагами. Да сами почитайте!» Шеф поводил по документам фонариком и брезгливо швырнул их на пол. Кларк не врал. «Выйдем», бросил главный Мерфи. Тот на ходу оправдываясь и сбиваясь заторопился вслед. Во дворе, где было темно, хоть глаз выколи, приезжий разом прервал его излияние. Отставив дипломат в сторонку, он схватил Мерфи за ворот поднял воздух и мощным броском впечатал в двери сарая. «Слушай ты, католик вонючий», с ненавистью прошепел он. «А Мерфи-то гадал, с кем из Ольстерских имеет дело, теперь-то уж ясно». «Ты сволочь паршивая», леденящим кровь шепотом продолжал главный. «Отгреб полный вагон дерьма, торчи теперь сам в нем. Из-за тебя я деньги выкинул, время потратил зря». «Клянусь вам», Мерфи уже задыхался, «могилой матери клянусь, товар, наверное, на следующем пароме, прибудет завтра в то же время, я начну все сначала, я, я все сделаю». «Нет уж, хватит», отрубил шеф, «с этим покончено, а ты запомни хорошенько, вздумаешь еще раз меня разыграть, мои ребята тебе все ребра пересчитают, понял?» «Господи боже», подумал Мерфи, «но и зверье же там в Ольстере, а англичане их по головкам гладят». Сказать этого вслух он, конечно же, не осмелился и согласно кивнул. Через пять минут грузовики уехали несолоно хлебавши. Расположившись в фермерском доме, незадачливые угонщики допивали виски. «Что будем делать?» спросил Брейди. «Дело ясное», отозвался Мерфи. «Не пришлось нам разжиться, но и убытка не понесли. Кроме меня, разумеется». «А где же наши три тысячи?» поинтересовался Кив. Мерфи вздохнул. «Из него и так чуть не вытесли душу, а тут еще свои вяжутся». «Спокойно, парни, по полторы тысячи у вас будет. Получите, но не сейчас. Я намелюсь за этой дурацкой затеей». Это их несколько успокоило. «Брэндон, Брейди, Кив», скомандовал Мерфи. «Давайте, парни, здесь надо прибраться. Следы отпечатки колес все уничтожьте. Водителя отвезите подальше на юг и бросьте где-нибудь у дороги. Да не забудьте связать ему руки покрепче и снять с него ботинки. Скляпом во рту ничего не видя, тревогу он подымет не скоро, а потом все по домам. Слово свое, Кив, я сдержу. Фургон отгоню в сторону Кипура, подальше в горы. До Дублина доберусь на попутках. Ну как, согласны? А что еще оставалось? Они были согласны. Замками на дверцах фургона приезжие перестарались. Чтобы запереть их, пришлось искать подходящие колышки. Мерфи уселся в кабину, тягач взревел и, покинув ферму, направился в сторону Джоукского леса к холмам Уиклоу. Мерфи уже огибал лес, когда откуда ни возьмись появился трактор с прицепом, доверху нагруженным тюками сена. Одна фара была заляпана грязью, другая неисправна. Ну откуда, скажите на милость, в половине десятого вечера взяться фермеру с этим проклятым сеном? Однако фермер взялся! Тягач Мерфи ехал по дороге, огражденной по бокам каменными стенами. Вдруг впереди показался надвигающийся прямо на него трактор. Мерфи резко нажал на тормоз. Транспортные средства с прицепом хороши тем, что без труда могут обогнуть любой угол, в отличие от грузовых автомобилей с жестким креплением кузова. Но при внезапном торможении нет ничего хуже. Тягач и прицеп складываются как перочинный ножик. Нагруженный кузов по инерции катится на кабину, а от ее толчка кидает в сторону. Так случилось и с Мерфи. А прокинуться ему помешали каменные ограждения. Трактор успел круто свернуть в ворота кстати попавшейся фермы, а прицеп с сеном перегородил дорогу. От мощного толчка сзади кабина Мерфи врезалась в прицеп. Тюки посыпались во все стороны. Фургон грохоча откнулся в каменную стену и отскочив назад ударился в противоположную. Когда затих скрежет металла, оказалось, что прицеп не перевернулся, хотя его и проволокло на несколько футов вперед, оторвав от трактора. Хозяин, выброшенный толчком из сидения, угодил в кучу силоса. Барахтаясь в ней и пытаясь выбраться, он шумно выяснял отношения со своим создателем. Мерфи сидел в полутьме кабины, полузадушенной тюками с сеном. От сильных бросков машины колышки на дверцах сломались, и фургон стоял распахнутый настиж. Пакеты с удобрением вывалились наружу. Мерфи выпрыгнул из кабины и, расшвыряв тюки, встал на дорогу. Ему хотелось только одного, поскорее убраться отсюда. Фермер в темноте его не разглядел, но тут он вспомнил, что не успел стереть в кабине отпечатки пальцев. Распространяя вокруг себя аромат, фермер, выбравшись из кучи силоса, топтался у кабины. Было видно, что он жаждал мести. Мерфи лихорадочно размышлял. Как-то надо успокоить фермера, предложить ему помощь. При первой же возможности он сотрет отпечатки пальцев, а потом сбежит. Как раз в этот момент и подоспела полиция. Странное дело. Когда вам надо ее доискаться, легче найти землянику в Гренландии. Но стоит только отколупнуть, скажем, кусочек свежей краски на чем-нибудь. Полиция тут как тут. Это возвращался в столицу полицейский патруль, сопровождавший министра до его загородной резиденции. Автомобиль остановился в нескольких шагах от него. Фары погасли. Перед ним стояла полицейская машина с надписью Гарда. На этот раз настоящая. Мигалка тоже была неподдельная. Полицейские неторопливо обошли прицеп, оглядывая раскиданные тюки. И Мерфи понял, что выйти сухим из воды можно только с помощью хитрости. Ночь темная. Есть еще шанс вывернуться. Ваш? спросил сержант, указывая на фургон. Да, ответил Мерфи. Далековато же вы забрались. Сбился с дороги, стал объяснять Мерфи. В Рослоре паром задержался с прибытием. Хотел поскорее доставить грузы домой. Время позднее. Документы потребовал сержант. Мерфи подчинился. Лаем Кларк? Мерфи кивнул. Бумаги были в полном порядке. Констебль осмотрев трактор подошел к сержанту. У него он показал на фермера одна фара не работает а другая вся в грязи. Такую телегу за 10 ярдов не заметишь. Сержант вернул документы Мерфи и переключился на фермера. Еще недавно хорохорившийся от сознания собственной правоты он вынужден был перейти к обороне. Мерфи приободрился. Я не хочу вмешиваться но полиция совершенно права подал он голос. Трактор в темноте различить было совершенно невозможно. Удостоверение у вас с собой спросил сержант у фермера. Тот замялся. Нет дома. Страховка естественно там же покачал головы полицейский. Надеюсь обе бумаги у вас в порядке. Ну что ж проверим. Мы подбросим вас до дома а заодно и на документы взглянем. С такими фарами ездить вам все равно не придется. Уберите прицеп с дороги и очистите ее от сена. Когда станет светло заберете ваши тюки. Мерфи распирала отвлекование. Сейчас они уедут он останется один. Мерфи тем временем обследовал передние фары тягача. Обе были исправны и он счел не лишним взглянуть на заднее. Что везете полюбопытствовал полицейский. Удобрение для роз. Торфяной мох в перемешку с сухим коровьим навозом. Сержант прыснул и взглянул на фермера. Тот откатив прицеп на обочину молча зашвыривал в него тюки. Дорога была уже почти совсем очищена. Этот везет кучу дерьма. А тот влез в него по уши захохотал сержант, довольный своим остроумием. Из-за фургона показалась голова констебля. Дверцы распахнулись настиж, пакеты вывалились на дорогу и лопнули. Я думаю вам лучше самому посмотреть, сержант. Они приблизились к открытым дверцам фургона. Десятка полтора распоротых пакетов валялось позади машины. Свет луны лился на просыпавшейся из них бурый порошок. Констебль водил фонариком, демонстрируя картину развала. Мерфи признавался потом соседу по камере. Бывают же такие дни, когда решительно не везет. Но не везет хоть ты лопни. Несмотря на нехватку света, ошибки быть не могло. Из одного рваного пакета торчал длинный ствол базуки, из другого высовывалось тупое рыльце пулемета. Земля закачалась под ногами Мерфи. Ирландские полицейские обычно не носят с собой оружие, но для чинов из экскорта министра делается исключение. В живот Мерфи уперлась дула автомата. Мерфи вздохнул. Да чего же несчастливый день выпал ему на долю? Сплошные провалы. Девять тысяч бутылок первоклассного коньяка уплыли прямо из-под носа. Прокололся. Но мало того, он еще ухитрился перехватить целую партию контрабандного оружия. Нетрудно было догадаться, для кого оно предназначалось. Мерфи быстро прикидывал в уме. Где лучше всего провести ближайшие два года? Улицы Дублина не обеспечат ему безопасности. Он медленно поднял руки. Я хотел бы сделать небольшое признание. Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев декабрь 2022 года.